На протяжении многих лет, нескольких веков, человечество познавало окружающий его мир, строило гипотезы, ставило эксперименты, выдвигало теории, объясняло все больше и большее количество природных явлений. Но до последнего времени сам факт существования человека, который строит гипотезы и познает мир, не принимался во внимание. Мы считались просто наблюдателями, которые восторгаются красотой окружающей Вселенной и задают ей вопросы в форме экспериментов, получают иногда ответы. Но впоследствии антропогенный фактор стал приниматься во внимание, и началось все с того, что люди стали отбрасывать, выбраковывать определенные теории, которые явно не согласовывались с нашим в ней существованием. Скажем, если теория предполагает, что Земля подходит к Солнцу слишком близко, или Солнце будет светить, светило очень горячо миллиард лет назад, то понятно, что о существовании человека не может быть и речи. Но где-то в 50-х, 60-х годах прошлого века вопрос поставили по-другому, априорно. Мы существуем. Что это значит? Каковы должны быть свойства Вселенной? И вот на эту тему я хотел бы сегодня поговорить. Для начала очень краткое введение, как такая картина мира вообще получилась. Ну, наверное, все знают, что изначально господство геоцентрическая система мира, о том, что в центре мира находится Земля, вокруг него, соответственно, Луна, Меркурий, Венера, Солнце и остальные известные на тот момент планеты. Но тут изображен портрет Клавдия Птолемея, в честь которого названа система, придумал ее не он, но он довел ее, наверное, до максимального совершенства. То есть он вбивал в нее костыли, делал дополнительные так называемые эпицентры, эпициклы, чтобы она удовлетворяла экспериментальным фактам. Вообще физика строится исключительно на экспериментально проверенных фактах. Но впоследствии вот эти очень уважаемые великие ученые, как Николай Коперник, поставили ее под сомнение и пришли к более правильной системе геоцентрической, где в центре находится Солнце. Николай Коперник написал свой основополагающий труд о вращении небесных сфер и увидел напечатанный экземпляр рукопси уже на смертном одре. Что характерно, предисловие к этой книге писал епископ, который максимально смягчил вот этот перевод от той Вселенной, где Земля является центром, к той модели Вселенной, где Земля центром не является. Он сказал, что это всего лишь модель, которая удобна для выполнения расчетов. Но сам Коперник так не считал. Затем, в некотором смысле, подхватил эту идею Джордана Бруно. Он утверждал, что все остальные звезды, которые мы видим, это тоже Солнце, они не прибиты гвоздиками к небосводу. И вокруг этих Солнц могут вращаться планеты, а там могут быть другие цивилизации. За эту страшную ересь он был сожжен. Прием ученического смертной костре, но от своих убеждений не отказался. Ну и затем, все, наверное, знают Галилео Галилея, который фактически изобрел телескоп, посмотрел на него на небо, увидел, что Юпитер со своими спутниками образует Солнечную систему в миниатюре, и написал вот такую книжку «Диалог о двух системах мира», в котором, что характерно, был осуществлен диалог между тремя людьми, сторонником, соответственно, геоцентрической системы мира, сторонником гелиоцентрической системы мира и персонажем Симпличо. Симпл простой по-английски, то есть простачок. Галилей в этой книге наделил Симпличо некими чертами тогдашнего Папы Римского. Он почему-то очень обиделся, когда эту книгу прочитал. Ну и, соответственно, тогда пришел устоявший переход среди думающих людей именно геоцентрической системы мира. Дальше хочу обратить ваше внимание на Уильяма Гершлена, этого ученого, который предположил, что те пятнышки маленькие, которые он видит в телескоп, это такие же другие Вселенные, другие звездные острова. То есть Вселенная перестала ограничиваться нашей одной галактикой. В дальнейшем еще я также хочу обязательно сказать об Александре Фридмане. Это не так известно, как Эйнштейн. Известен он тем, что он взял уравнение Эйнштейна и подставил, в общем, решил это уравнение для всей Вселенной. И у него получилось, что Вселенная не обязательно должна быть стационарной, то есть иметь одинаковый объем, неподвижные звезды. Вселенная в очень многих случаях может либо расширяться, либо сжиматься. Она может быть нестационарной. Эйнштейна повергла этот в шок, и он специально ввел так называемый лямбда-член, чтобы Вселенная была постоянной. Он сначала не принимал работу Фридмана, но впоследствии признал свою ошибку и называл введение этого лямбда-члена величайшей ошибкой в своей жизни. Что характерно, сейчас этот лямбда-член снова ввели, но уже для других целей. Многие из вас, наверное, знают Эдвин Хаббла. Он посмотрел в самый большой на тот момент телескоп диаметром 130 сантиметров и показал, что эти тумяные пятна являются другими галактиками. Он там просто увидел звезды. Ну и открыл замечательный закон. Он гласит, что чем дальше от нас галактика находится, тем с большей скоростью она от нас удаляется. Это интересная тема, но касаться ее сейчас не буду. Это закон расширения Вселенной, закон Хаббла. Вот этот вот господин, он увидел, прикинул массу всего светящегося вещества. Мы видим в телескопе то, условно говоря, что светится. И он, когда увидел, посчитал массу, он понял, что этой массы недостаточно для того, чтобы галактики вообще существовали. То есть массы, они притягивают друг к другу. Закон тяготения Ньютона выполняется везде и всегда. И вот этой светящейся массы недостаточно для того, чтобы галактики были такими, какими они есть. Они бы иначе просто рассыпались. А той массы, которой недостаточно, он назвал скрытой массой или темной материи, которой сейчас активно интересуется. До сих пор непонятно, что это. А вот эти вот три господина, они лауреаты Нобелевской премии по физике в 2011 году. Звучит сама номинация за открытие ускоренного расширения Вселенной, но на самом деле ее дали за открытие темной энергии. То есть темная энергия — это такая глобальная антигравитация. На маленьких масштабах она не действует, а на очень больших галактики, эти метки Вселенной, разбегаются друг от друга. Вот такой момент. И пришли в конечном итоге к такой картине. 75% массы энергии, а помним, наверное, знаменитую формулу E равно mc2, то есть масса — это энергия. 75% в три четверти происходит на эту темную энергию. Что это такое, совсем пока непонятно. Примерно пятая часть идет на откуп темной материи — 22%. А все, что мы можем увидеть в телескопы, составляет всего 4%. Из них 90% — 4,6% — это межгалактический газ, а звезды и прочие планеты, мы с вами, составляют всего 0,4%. То есть смотрите, как глобально изменилась картина Вселенной. Сначала в центре Вселенной располагалась Земля, потом все атрибуты, что мы видим в телескоп. Потом все это дошли до галактики, потом до множества галактик. И в конце концов выяснили, что все эти видимые галактики составляют всего лишь 4% от всего вещества, от всей массы энергии во Вселенной. Вот так. Но, повторюсь, как бы мы ни принижали статус человека, сам факт его существования налагает очень серьезные ограничения на свойства нашей Вселенной. Вот для решения этой загадки и был введен антропный принцип. Сейчас я поясню. Смотрите. У нас есть некое количество параметров, которые можно нашу Вселенную описать. Здесь далеко не все. Здесь проведена размерность пространства, масса элементарных частиц, электроны, нейтроны и протоны, ну и константы взаимодействий слабого, ядерного взаимодействия сильного, ядерного взаимодействия электромагнитного и гравитационного. Их всего 4. С двумя вы 100% сталкиваетесь, с двумя еще нет. Их значения попадают в очень узкий интервал, буквально в острие иголки, таким образом, что эти значения благоприятствуют появлению сложных структур и в конечном итоге жизни. Я постараюсь это показать. Для того, чтобы это понять, давайте проведем такой мысленный эксперимент. Я серьезными словами бросаться не буду, я просто скажу, что мы попробуем сконструировать свою собственную Вселенную. Что мы хотим сделать? Мы не хотим создать какую-то скучную Вселенную, а Вселенную, при которой была бы, возможно, разумная жизнь. Что у нас есть? Мы обладаем неограниченными ресурсами. Эксперимент там мысленный, нам ничего это не запрещает. И мы, важное условие, мы ничего не можем менять после запуска Вселенной. Ну, представьте, написали компьютерную программу, нажали пуск, если выдала ошибка, все, Вселенная не населенная. Менять ничего нельзя. Поэтому надо очень крепко подумать, чтобы заказать на складе своеобразном ингредиенты заранее. Ну, чтобы обосновать тот факт, что нельзя ничего менять, я привел цитату из одной умной книжки, посвященной как раз мировым константам. Она гласит, что с очень большой уверенностью можно утверждать, что в течение последних нескольких миллиардов лет они вообще не менялись. То есть предположим, что законы природы не меняются, когда они установились. Начнем с размерности пространства. Если число пространственных измерений, а очевидно, что число пространственных измерений равно трем, длина, ширина, высота, это интуитивно понятно. Если меньше трех, про одно измерение пространственное, то с полоской я говорить не буду, все очевидно. Также очевидно примерно и для плоской Вселенной, для плоских животных. Пример из книги Стивена Хокинга. Вот собачка кушает косточку, переваривает ее и разрывается пополам, потому что, собственно, количество измерений слишком мало. Следующий пример — это, наоборот, увеличение количества измерений до 4-5 и так далее. В этом случае по законам классической механики орбита планет неустойчивая. То есть что значит неустойчивая? Планеты не смогут, как Земля, вращаться по одной и той же орбите вокруг Солнца. Они будут либо удаляться от нее и замерзнут, либо будут по спирали на нее падать и поджариться. Вселенная очень суровая. В качестве дополнительной аргументации можно привести пример из атомной физики. Атомы устроены примерно так же, как Солнечная Вселенная, но чуть-чуть похитрее. Там есть так называемые разрешенные орбиты, и для каждой разрешенной орбиты есть свой уровень энергии. Вот как есть полосы движения машин по автостраде, так есть и полосы свои для электронов вокруг атомов. И в случае большого количества измерений, больше трех, либо связанных состояний, то есть магистрали не существует, то есть электроны к ядрам не присоединяются, это значит конец всей химии. Химия — это взаимодействие электронов. Или наоборот, все эти разрешенные орбиты идут до минус бесконечности, то есть до ядра, и электрон опять-таки упадет на ядро, что тоже будет несовместимо с существованием каких-либо сложных структур. И под конец приведут и страшные слова, как квантовая теория поля и электродинамика. Очень хорошо экспериментально проверенные науки. Они в совокупности допускают только пространство с размерностью 3. Почему я вдаваться не буду? И вот такая интересная картинка, не знаю, кому видно, кому нет. Просто картинка из журнала, увеличивать ее больше не имело смысла. Здесь приведено по одной оси отложенное число измерений пространства, а по другой оси число измерений времени. Что такое многомерное время, не спрашивайте, я не знаю сам. И в общем здесь показано, что если у нас реализуется любой другой случай, кроме трех пространств измерений одного временного, то все будет очень плохо. И жизнь существовать не сможет. Ну давайте, собственно, попробуем развивать пространство. Мы создали, нам надо создать какой-то строительный материал, кирпичики. Но это будут некие атомы. Опять же, я уже упомянул, чтобы была химия, чтобы было какое-то взаимодействие, они должны создавать не просто из кирпичей, а из каких-то более сложных структур, скажем, протонов, электронов. Посмотрим, как пошла по этому пути природа. Кстати, я буду достаточно много говорить. Природа нашла этот выход, природа нашла такой выход. Это исключительно семантическая конструкция. Мне удобно так говорить. Никакой смысл слова «природа нашла» или «природа домусь» я не вкладываю. Я опустили себе солонку сразу, потому что знаю, какой будет вопрос. Итак, у нас есть протоны-электроны. Между ними должна действовать очевидная сила протяжения. Этой силой будут электромагнитные взаимодействия. Масса у них очень маленькая, и гравитационное протяжение можно не принимать в расчет. Но если мы вводим протяжение между разноименными зарядами, протоносположитель электронный отрицательный, то отталкивание между одними именными зарядами избежать практически невозможно. И поэтому, если мы хотим добавить какой-то второй протон, то есть сделать другие атомы, кроме водорода, более сложные, то они будут распадаться, и у Вселенной будет жить в этой достаточно грустно. Один водород. Дальше. Попробуем, собственно, создать атомы и введем дополнительные силы протяжения, которые будут противостоять отталкиванию электромагнитному. Этой силой является так называемое сильное взаимодействие. Оно связывает между собой протоны. Однако оно должно быть на самом деле короткодействующим, как и реализуется в нашей Вселенной. Иначе будут образовываться гигантские ядра. Такие примеры в природе существуют. Это нейтронные звезды. Фактически это одно большое атомное ядро. И одно обручальное кольцо, сделанное из такого материала, будет весить 10 миллионов тонн. То есть жизнь в такой Вселенной будет тяжела во всех смыслах. И даже после всех этих ухищрений атомы нестабильны. Как известно по законам коматовой механики, у нас, говоря по-русски, атомы дрожат. Они могут получать в случае толчки энергии. И если мы не будем вводить никаких дополнительных сил, то они рано или поздно раздражатся и вылетят из ядра. И атомы будут, собственно, нестабильны. Я не буду вдаваться, почему так происходит. Просто поверьте мне на слово. Чтобы избавиться от этого, мы создаем не протоны, а тупо писка. Мы ведем нейтроны. То есть те частицы, которые участвуют в сильном ядерном взаимодействии, здесь показано, но не участвуют в кулоновском отталпе. То есть они скрепляют ядро, и после этого атомы становятся стабильными. То, что вы помните, наверное, с восьмого класса, есть в ядре протон и нейтрон, а вокруг него крутятся электроны. Теперь такой момент. Мы вроде бы сделали атом, и давайте обратим свой взор опять на Вселенную. При момент большого взрыва или незадолго после него температура была примерно 10 в 32 степени градусов. Естественно, достаточно горячо. Никакая сложная структура, никакая разумная жизнь при этом невозможна. И вот представьте такой пример. Вам нужно охладить какую-то духовку. Вы открываете ее вот в этой большой комнате, воздух из нее горячий выходит, и она охлаждается. Если экспрополарировать этот пример на Вселенную, то Вселенная просто будет расширяться. Во-первых, для того, чтобы охладиться, а во-вторых, для того, чтобы не сколлапсировать. Если вы знаете, то, согласно общей теории относительности, масса искривляет пространство вокруг себя, и такая маленькая Вселенная может просто сжаться сама на себе. Ну просто шарик воздушный сдуется, и все. Чтобы это не произошло, мы должны Вселенную расширять. Но если мы будем расширять ее, просто расширять, и ничего при этом не предпринимая, то она очень быстро охладится. Скажем, температуру Вселенной, если мы далеко от Солнца, далеко от других звезд отойдем, то температура Вселенной будет равняться минус 270 градусам по Цельсию. Холодновато. Выход достаточно очевиден. Нужно создать локальный нагреватель звезды. Вот локальный нагреватель, самая простая звезда по имени Солнца, вокруг нас, которая крутится. Помимо нагревания, она будет выполнять очень серьезную функцию. Она будет превращать водород и гелий, которые были до этого Вселенной, в более тяжелые атомы. То есть те в качестве углерода, железа и другие, которые необходимы для развития органических структур или каких-либо других сложных структур, то есть разумной жизни. Однако нужно учесть еще следующий факт. Звезды, если ничего мы сейчас припринимать не будем, они мгновенно взорвутся. А нам нужно организовать равномерное горение примерно в течение 10 миллиардов лет, для того, чтобы все, собственно, смогло сформироваться. Для этого природа придумала слабое взаимодействие. Также она придумала его для того, чтобы разбросать тяжелые элементы, которые образовались внутри звезд. Чтобы вы поняли проблему. Есть звезда, первоначальный состав Вселенной был водород и гелий, и небольшие примеси других элементов образовались тяжелые материалы, но они находятся, тяжелые атомы, прошу прощения, и они находятся внутри звезд. Но внутри звезд опять-таки жарко, и нужно, чтобы это атомы разбросало во Вселенной. Природа придумала механизм сверхновых звезд. Благодаря слабому взаимодействию, не буду пока говорить, как, они взрываются рано или поздно, и все эти атомы разносятся вокруг во Вселенной. Из них впоследствии будут образовываться планеты. Один из величайших популяризаторов науки говорил так, что, возможно, атомы нашей правой руки образовались из одной сверхновой звезды, а атомы нашей левой руки образовались из другой сверхновой звезды. Кстати, отсюда следует, что мы не дети Солнца. До Солнца была еще одна звезда, которая породила тяжелые элементы. А Солнце и планеты возникли уже на пепле от этого взрыва. Это далеко не все, что я вам хотел рассказать. Просто поэтому проведу несколько замечательных примеров тонкой настройки параметров, полученные, уважаемые учеными. Это картинки из научных статей, фактически. Вот здесь по оси отложена постоянная тонкая структура, которая отвечает за электромагнитное взаимодействие. А по оси Y отложена константа сильного взаимодействия, где протоны и нейтроны за руки взялись. И вот единственным маленьким фиточком, на котором возможна жизнь, является вот этот черненький квадрат. Не знаю, видите вы или нет. И удивительно, что реальные параметры в нашей Вселенной попадают в этот квадрат. Абсолютно аналогичная ситуация вот здесь. Здесь уже находится постоянная тонкая структура и отношение массы электронных к массе протона. И единственная возможная для жизни область переменных — вот такая область параметров, которая тоже реализуется в нашей Вселенной. Такие факты игнорировать нельзя, их надо как-то объяснять. Еще один пример тонкой настройки — это критическая плотность Вселенной. Фридман, решая свое уравнение, получил три возможных параметра. Так называемая закрытая Вселенная, если плотность Вселенной превышает критическую плотность. Вселенная открытая в виде седла, только трехмерная. Это представить сложно, но она в виде седла и трехмерная, действительно. Если плотность меньше критической плотности, и Вселенная плоская, которая реализуется у нас. Так вот, также вам важно знать, что Вселенная в начальный период своего развития протерпевала фазу сверхбыстрого расширения, так называемой инфляции. И эта инфляция очень чувствительна к этому параметру критической плотности, к параметру омега-нулевое. И оказывается, если этот параметр будет отличаться от единицы на одну, десяти триллионную, я специально выписал в цифрах, то во Вселенной все равно будет невозможная жизнь, невозможная сложная структура. Если плотность чуть-чуть меньше, просто галактики не будут сформированы, они все разлетятся. Если плотность чуть-чуть больше, то Вселенная сколлапсируется. Для примера попробуйте поставить карандаш на кончик грифеля так, чтобы он простоял несколько лет. У меня не получилось за двух секунд. Вот такая тонкая настройка реализована в нашей Вселенной. Теперь перейдем, собственно, к теме нашей лекции, как это можно объяснить. Есть антропный принцип, выделяют два компонента, слабый и сильный. Слабый антропный принцип я дал не в той формулировке, в которую сформулировал Картер, первооткрыватель этого принципа, а в той, которая наиболее проста. Но здесь вы, если успели прочитать, понимаете, что он изображает в себе капитана очевидность. То есть мы можем существовать только в таких условиях, при которых мы можем существовать, по большому счету. Ну такой простой пример. Как понимать слабый антропный принцип? Человек повели на стрел, сто солдат в него стреляет, он, закрывая глаза, слышит звук выстрелов и выживает. Понятно, что он удивится, почему он, собственно, выжил, но он не должен был удивляться тому, если бы он умер. Он тогда не смог бы вообще удивляться и как-то анализировать. То есть тот факт, что мы живы, уже накладывает определенные условия на существование Вселенной. Сильно антропный принцип. Вот этот принцип, собственно, ни у кого вопросов не вызывают, потому что он очевиден. Сильно антропный принцип гораздо более провокационен. Он утверждает, что Вселенная должна быть такой, чтобы на определенном этапе в ней возникала разумная жизнь. Об этом мы поговорим. Ну и, наконец, нам нужно привести весь спектр возможных объяснений этой загадки, что ли кто будет этим котиком в жух. Есть, собственно, три варианта. Есть либо эта воля некого разумного замысла, либо появится окончательная теория, которая все объяснит без применения антропного принципа. Тогда он будет не нужен. И либо нужно допускать множественность Вселенных со своими законами отдельными. Давайте посмотрим. Здесь я надолго останавливаться не буду. Популярна такая точка зрения, что существует некое высшее трансцендентное существо, которое запустило Вселенную и по воле которой оно существует. Это я ставлю на откуп теологам. Это не научно. Ученые анализируют факты и делают выводы на основе фактов. В этом случае никаких выводов сделать невозможно. Почему константа слабого взаимодействия равна одной в 137-мах? Потому что так хочет высшее трансцендентное существо. Все, наука кончилась. Это не наш путь, это не к нам. Сюда же я отнесу философский принцип целесообразности, который Козютинский, философ, который больше всего у нас занимался антропным принципом, сформулировал так. Это фактически его цитата. То есть самой природой была в некий начале моем вселенной заложена программа, которая допускает развитие человека. Я, как физик, не вижу разницы между этим и вот этим. Просто слово «Бог» заменено на слово «природа». Поэтому утверждение это сильное, обсуждать его, конечно же, не буду. Оставлю философу. Поехали дальше. Самым лучшим вариантом, на самом деле, самым приемлемым для всех, будет единая теория. Или, как называют физики, теория всего. Но перед ней стоит сверхзадача. Она должна объяснить вот эти все параметры, которые я приводил в начале, еще куча параметров, которые я не привел, исходя из некого единого постулата. И как подобраться к ней, пока непонятно. Многие слышали про теорию струн. Еще мало кто слышал про M-теорию. Но вот, например, такой вопрос. M-теория. Она предполагает 11 пространственных измерений. Следующий вопрос. Почему 11? Почему не по-другому? И так дальше можно раскручивать, раскручивать, раскручивать. То есть, возможен такой вариант, на который указал великий Ричард Фейман, нобелевский лауреат. Он сказал, что, возможно, законы физики, они, собственно, как луковица. Если мы один слой сняли, то будет еще один слой, и так до бесконечности. Не самая плохая альтернатива, но, тем не менее, если мы до этой теории так и не дойдем, то она не объясняет ту тонкую настройку, о которой я уже говорил. Но если мы ее найдем, то антропный принцип можно будет выкинуть на помойку, он будет не нужен. Мы все объяснили чисто логически, как, собственно, физики и хотят. Ну и третий момент — это множественность Вселенных. Кратко, ситуация следующая. Есть большое количество различных Вселенных, как они образуются, вопрос отдельный. Есть некие Вселенные, достаточно очень многие, которые для жизни непригодны, и есть те, которые для жизни пригодны. И мы в какой-то из этих Вселенных находимся. Сразу скажу, что самым слабым моментом этой гипотезы является то, что на данный момент непонятно, как ее на эксперименте проверить. Все физики должны базироваться на эксперименте. То есть есть эксперимент, есть наука физика, нет эксперимента — все это гипотеза. Однако можно сделать такую логическую штуку, что, например, электрон и черную дыру тоже никто никогда не видел, но существует большой массив экспериментарных данных, который говорит не о прямых, а о косвенных экспериментах, которые говорят о существовании электронной и существовании черной дыры. Что-то такое можно придумать и в этом случае, но опять-таки прямой эксперимент пока непонятно, как провести. Тонкий момент, что в этом случае аргументация сильного антропного принципа практически совпадает с аргументацией слабоантропного принципа. Такой пример. Слабоантропный принцип. Вселенная — это наше помещение. Где-то жизнь возможна, например, вот здесь, здесь тепло, светло, развлекают, показывают мемасики, сидеть, в принципе, хорошо. А где-то, например, вот там люди стоят возле холодного окна, там жизнь с меньшей вероятностью разобьется или вообще не разобьется. Это слабый антропный принцип. То есть во Вселенной есть выделенная область пространства во времени, где может существовать жизнь. Сильно антропный принцип. Почти то же самое, но для случая множественных Вселенных. То есть все эти кирпичи, которые окружают нас, это отдельная Вселенная. Какие-то кирпичи хорошие, там могут жить люди, которые будут задаваться, почему свойства кирпича очень хорошо подогнаны под их существование. Существует несколько вариантов реализации. Сначала я отойду от моего стрима и приведу это называемый космологический естественный отбор. Автор этой гипотезы Лис Молин, очень крутой физик-теоретик американский. Он приводит аналог естественного отбора в биологии. Если есть биологи, наверное, меня поймут. В теории естественного отбора есть такое понятие, как адаптивный ландшафт. Это набор тех генов, которые изменяются в результате эволюции. Так вот, вместо адаптивного ландшафта здесь вводится ландшафт теории. То есть просто законы физики как-то меняются при переходе от одной вселенной к другой и могут привести к законам, которые благоприятны для нас. Также вселенные воспроизводятся благодаря черным дырам. В теории относительности есть такая фишка, что то, что мы видим как черную дыру, возможно восприниматься как другая вселенная для тех, кто внутри этой черной дыры находится. Это понять невозможно, но запомните это. И параметры этих законов случайно изменяются. То есть есть изменчивость, основа естественного отбора. Ну и наследственность тоже есть, соответственно, чтобы был отбор. И самое спорное утверждение такое, что чем больше черных дыр находится внутри вселенной, тем больше потомства она дает. То есть утверждение это не совсем спорное, спорное следствие из него. Что фактически, прямо это не утверждается, но отсюда ясно видно, что те параметры вселенной, которые обеспечивают существование максимального количества черных дыр, подходят и для существования нас с вами. Господин Смолин приводит определенное количество доводов в эту пользу, но понимает, что они слабы. То есть вот это совершенно не очевидно. И давайте поэтому перейдем к другим способам реализации. То, как понимать многомировую интерпретацию, не надо. Не многомировую интерпретацию, а множественность вселенных. Был такой ученый Хью О'Ретт, он написал диссертацию, посвященную одной из интерпретаций квантовой механики. Буквально две секунды о ней. Если мы проведем двухщелевый опыт, тут плохо видно, но просто лучшая картинка, которую я нашел. Если мы будем пускать один фотон через две щели, то он как бы интерферирует сам с собой. Он ведет себя как волна. Одна, казалось бы, частица ведет себя как волна. И сама с собой взаимодействует. Как будто проходит через две щели одновременно. Это непонятно. Если мы какую-то на одну щель поставим детектор, фотон это как-то палит и проходит строго как частица через одну щель. Что делать? Все были в шоке и до сих пор в шоке. Как это понять? Одно из мозголомных объяснений, что во время такого эксперимента, то есть эксперимент вообще Ландау Лившиц, создатели учебника теоретической физики, они характеризуют измерение в квантовой механике как процесс взаимодействия квантового объекта с неквантовым. И вот этот неквантовый объект, в данном случае детектор, меняет свое состояние. Так вот, при любом таком измерении вся Вселенная раздваивается. Вот в этой Земле фотон прошел через левую щель, а вот в этой вправую, не только в Земле, а во Вселенной. А если бы было 10 возможных вариантов эксперимента, то мгновенно образовалось бы 10 вариантов. 10 Вселенных, и в каждой из этих Вселенной фотон прошел бы через свою щель. Логических противоречий в этой теории нет. Но есть существенные проблемы. Во-первых, абсолютно неясно, где располагаются Вселенные. Не совсем ясно и в этом случае, но это совершенно безумная теория. Тут хочется процитировать Эйнштейна, что для того, чтобы физическая теория была адекватна, она должна быть достаточно безумной, но это слишком безумно даже для Эйнштейна и всех остальных. И главная логическая нестыковка данного принципа заключается в том, что во всех этих Вселенных двойниках одинаковые законы физики. То есть нет изменчивости, нет генерации различных физических законов. То есть если изначально Вселенная была непригодна для жизни, она непригодна и в дальнейшем, любая другая Вселенная. Если была пригодна, то и пригодна в дальнейшем. Ответа на вопрос о тонкой подгонке нет. Поэтому этот момент мы сразу закрываем. Но еще один философский принцип, тоже сильное заявление, о котором я распространяюсь с ним. И вот этот принцип участия — это то, что наблюдатель запускает саму реальность Вселенной. То есть в некотором смысле он обеспечивает ее существование. Это связано немножко с квантовой механикой. Некоторые ученые, когда видят эти эксперименты, едут крышей и предполагают, что сознание наблюдателя влияет на исход квантовых экспериментов. Это ненаучно, это неправильно. И так понимать множество Вселенных не стоит. Но как интерпретация квантовой механики сама по себе вещь интересна. Ну, переходим к основным темам, к инфляционной модели. Господин Гуд получил Нобелевскую премию за это. Господин Старобинский высказал то же самое вроде бы пораньше, но премии не получил. Но они высказали это предположение, решая задачи для одной Вселенной. Нужно было объяснить в том числе и проблему с плоскостностью, так называемой, проблему, связанную с критической плотностью, о которой я вам говорил. Но оказалось, что эту идею о инфляции сверхбыстром расширении Вселенной в начальный период можно соединить с концепцией множественной Вселенной, что и сделал Андрей Линден, наш тоже российский космолог. Очень кратко, что это такое. Обо всем этом вы сможете прочитать, я ссылки дам. Пространство-время на очень маленьком масштабе, на колоссально маленьком масштабе представляет из себя квантовую пену. Оно неровное. То есть это не клеточки двумерные, трехмерные, как мы себе представляем. Это такая страшно пенящаяся структура, где все хаос, непостоянство. Так вот, если такой пузырек начнет расширяться, благодаря определенному полю, не буду говорить какому, то из него может образоваться Вселенная со своими физическими законами. А законы дают так называемую квантовую флуктуацию. То есть на квантовом уровне все меняется, не только пространство-время, но и, можно сказать, законы физики в некотором роде. И вот такая новорожденная, в одной из такой новорожденной Вселенной могла зародиться жизнь. И не только в одной, но и в многих других, но еще большее количество Вселенной в жизни не зародится. Очень похожий мотив, связанный также с ландшафтом теории струн. Но теорию струн придумал не этот человек, он придумал такое понятие, как ландшафт теории струн. Очень кратко. Что такое вакуум? Многие из вас предполагают, что вакуум — это просто когда ничего нет, ни частиц, ни полей, ничего другого. В физике более корректным определением является вакуум. Такое определение. Вакуум — это состояние с наименьшей энергией. То есть если у нас какие-то минимумы энергии, вот такой, вот такой, это вакуумы. Что значит минимум энергии? Простейшая аналогия — это шарик на горке. У нас есть, может, у кого-то в учебниках физики, у кого-то, прошу прощения, в кабинетах физики, была такая демонстрация. То есть была металлическая горка, брали шарик, и он по ней катался. И очевидно, что рано или поздно он остановится в каком-либо из желобков. Но если он упадет в самый нижний желобок, то он оттуда уже никуда не уйдет. А если он упадет в желобок верхний, то рано или поздно он может в нижний перекатиться. Если мы сильно потрясем, то он уйдет в желобок нижний. И одна из известных страшилок научных говорит о том, что у нас на самом деле вакуум не истинный, а вакуум ложный. И если этот ложный вакуум перейдет в истинный, то все вселенные наши просто разорвется. Будет страшное катастрофическое разрушение, но непонятно, когда это произойдет. Может, не произойдет вообще. Так вот, в теории струн, возможно, в буквальном смысле 100-500 таких ложных вакуумов, огромное количество, я даже выписывать не буду, я устану нажимать на нолик, чтобы это все выписать. И каждая из которых может существовать в своей вселенной со своими физическими законами. Более того, разговаривал со струнщиками, они утверждают, что они знают, в каком из этих вакуумов находится свойство нашей вселенной, но не знают, почему нужно выбрать именно его. Не знают они. Может, существуют эти 100-500 других ложных вакуумов и 100-500 вселенных, но в других из них жизнь невозможна. Ну и эти потенциалы могут располагаться совершенно случайным образом. Потом потенциал определенного поля, инфлатлонного, и в каждом из этих потенциалов сидит свой шарик, и этот шарик представляет из себя нашу вселенную с физическими законами, со своими. Вот. Ну и под конец список литературы. Я взял идею построения лекции из этой замечательной книжки Рубина «Устройство нашей вселенной». Он написал всего одну научно-популярную книжку, но попал в десятку. Рекомендую интересующимся. Ну и в дальнейшем вы можете видеть книги «Устаревшие», но там есть глава про антропный принцип. А вот это статья из журнала «Природа» 1989 года. Тоже достаточно интересная. Если вы хотите прочитать про естественнодбор космологический, то смотрите литературу Смолина. Также многим рекомендую книжку «Мир многих миров». Это как раз про теорию множественных вселенных. За сим я, дамы и господа, собираюсь отклониваться. Спасибо, что нашли себе время и силы прийти на мою лекцию, в частности, и на наше мероприятие вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.